Спонсор данного выпуска детский интернет-магазин кроваток-машинок Слипкар. Ссылочка в описании. Что, ребята, всем салют. Сегодня 8 августа, время 9 утра. У нас почти все поприступались, и мы решили сегодня переезжать на новое место. Поедем мы в Поповку, там какой-то фестиваль открылся, хотим там потусить. И сегодня у нас начинается второй месяц нашего автопутешествия, сезон «Бомжуем в Крыму», посвящен путешествия Крыму в палатке. Поддержите нас комментарием, лайком, ну и, конечно же, подписочкой на канал. Погнали с нами, покажем вам дорогу с Оленивки до Поповки, где мы там остановимся тоже в этом выпуске. Поэтому погнали, мы сейчас быстро собираем весь лагерь. Ну как быстро, мы позавтракаем, соберем весь лагерь, упаковываем в две машины и с нашими друзьями стартуем. Погнали. А я уже свои кошки собираю. Молодец. Ну теперь точно погнали. Что, друзья, мы выехали, пока заехали по делам в самой Оленивке, мы купили там сразу воду, по 4 рубля которая. Потом сразу взял баллоны газовые, немножко перегусили. И все, и направились в путь. Первая задача сейчас по пути. Нужно нам, значит, помыть машину. Это очень важно. Сверху ее сполоснуть. И все, и двигаемся в Поповку. Посмотрим, как будет. Дела там. Покажу немножко вам дорогу. В принципе, ничего интересного. Ведет через Черноморское, там будет отворот. Вот, все. Ладно, давайте немножко вам покажу. Вот мы выезжаем за... Как он называется? Правильно? Дорога Ленина. Где мы ехали, дорога Ленина. А впереди вот видно домики. Это уже как раз Черноморское. Так, вот смотрите, друзья, у нас указатель Черноморское и Евпатория. Вот нам надо на Евпаторию. Но мы сейчас заедем вот сюда на моечку. Попробуем ополоснуться. Я здесь в этом году просто. Была уже машина. Я здесь, так сказать, знаю. Вот сюда вот. Надо много стоит, да? Конечно, выписано. Пока. Все, друзья, тачку помыли. Сейчас еще пару штрихов. И все, в путь нам вот сюда. Вот мы поворачиваем налево. В сторону Евпатория. И едем. Вот, друзья, в общем, вот такой у нас маршрут. 17 километров прямо. Вот опять эта Красная Поляна. Короче, через Танузлав. И сюда Мирный. Ну, по попу. Ладно, едем. Вот, смотрите, Красная Поляна прямо. А мы продолжаем ехать по главной дороге. За Танузлав. Держимся правее. Вот, и прямо теперь нам 32 километра, друзья. Посмотрите, друзья, какие поля подсолнуха. Вы когда туда едете, или кто смотрел, пересмотрите. Поля были такие яркие-яркие. А сейчас они тусклые, такие уже высохшие. Почему-то их никто не собирает. Если кто-нибудь знает, почему их никто не собирает. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, друзья, смотрите. Справа по курсу у нас начинается озеро Танузлав. Танузлав имеет такую растянутую форму. славится это озеро тем, что оно напрямую соединяется с морем, прям как бы так в открытую, а в нем пресная вода. Смотрите, там люди купаются, останавливаются с палатками, пока их вхлаждаем. С этой стороны, видите, какая-то то ли дамба, это то ли что-то так огорожено, и цвет воды даже другой, так, мы едем дальше с вами, так, и заезжаем снова в Сакский район, куда мы здесь были, были, когда ехали в Оленевку, Экватория 25. Так, а нам осталось ехать до Поповки 30 минут, это 32 километра, пишет нам. Но, я вот что хочу, неподалеку от Черноморского есть там какой-то поселочек, я хочу туда заехать, посмотреть один дом, так как когда мы ездили купаться на катере на Мистер Хангкут, пока мы там купались, я снял часы, их подобрали какие-то ребята, и я смотрю по приложению найти айфон, где они сейчас. вот они там со вчерашнего вечера, в этом поселочке, хочу заехать и посмотреть. Может быть это какой-то, типа, ну где пушные телефоны продаются, в общем увидим. подъезжаем, значит мы, смотрите с вами, к перекрестку, и на указателе, вот, Ново-Ансерное, 10 километров, да, вот сюда, вот, направо, именно там находится, именно там находится Поповка, Мирный, соответственно, возможно, мои часы, посмотрим. В общем, мы заехали, вот раз палатка, вот там есть, вторая палатка, пришли здесь к мужику, спросили, он говорит, нет-нет-нет, я не я, отправил меня в другую палатку, другая палатка говорит, это мой бывший муж, он, кстати, скупает, туда-сюда, я подхожу, ему опять в лоб говорю, он говорит, не-не-не, я таким не занимаюсь, но посмеялся. В итоге сейчас я позвоню в полицию, оформил заявление и жду звонка. Но по геолокации часы до сих пор здесь. А вы уходите? Конечно. Чего? Сейчас просто полиция подъедет, давайте встанетесь. А? Ну вы тут будете? Тут будете? Нет-нет, нет, нет. Сейчас просто он будет здесь, чтобы переедет. Товарищ уезжает, быстренько начал собираться, кому-то позвонил. Смотрим. В общем, друзья, сидим на крылечке отдела полиции, ждем еще один экипаж, что ли, короче, еще сотрудников, которые должны прийти к соседнему городу Секпатории. Покажу вам чувак, на котором вот прям все против него, короче. Он сидит вот здесь в красной мази, он быстро закрыл свою палатку, куда-то сгонял, взял тачку, приехал. В общем, ну вот очень сильный скорость к типу. Сейчас это две палатки, получается, он и его бывшая жена. Их двоих будут опрашивать. Ну посмотрим, что из этого выйдет. Но он очень сильно засуетился. Прям очень сильно. Сейчас вам покажу отрывок, как он собирался. Вот. Я очень надеюсь, что как-то сейчас получится на роли эти часы. Но не знаю. Но он собрался, умотал, может быть, уже побежал и где-то скинул. Не знаю. В общем, досмотрите выпуск до конца. Там будет все понятно. Нашел ли я часы, вернул ли я часы или нет. Короче, мы здесь сейчас сколько-то часов уже проторчали. И в итоге этот опер сейчас говорит, едьте снова в Оленивку. Там еще какая-то группа составляет бумажки туда-сюда. Вот. Короче, едем снова в Оленивку. Жесть вообще. В общем, представляете, пока мы ехали в Оленивку. Ну, километра, наверное, 20-30 мы проехали. Я резко что-то хоп сметнулся и паспорта нету. Ну и все. Это, короче, паника. Потому что в паспорте права водительские мои и Настины. Мы резко даем разворот. Мчим, смотрим. Я там один раз на обочине выходил. Там нету. Мчим туда же, на площадку. Там ребята уже какие-то новые стоят, пиво пьют. Ребята видели, не видели. Не, не видели. Только подъехали. И тут мы начинаем по кругу ходить. И мне Настенька такая говорит. Сходи, говорит, туда вот ты ходил. Там, в общем, посмотреть, куда ходил. Этот подозреваемый так называть. Я думаю, да не, да как я туда с паспортом не ходил. И меня что-то внутреннее говорит, типа иди. И я хопс пошел. И вы не представляете, там в пыли так уже землей присыпан от крымской пыли. Лежит в горочке паспорт, представляете. Я не знаю, вообще нет слов. Я еду и плакать о ходах. Но что за одно за другим. Короче, вот так вот мы, в общем, нашли паспорт. Едем в Оленевку. Что дальше будет, больше расскажу. В общем, ребята, мы сейчас закрыли самую основную потребность. Заехали деткам. Купили погрызть. Печенек там такой, короче, по мелочи. Все, сейчас снова мчим, продолжаем путь на мыс. Мы еще, кстати, заехали, заправились. Вот, потому что там заправок больше не будет. Залил полный бак. И сейчас еще в кафе надо заехать, потому что мы тоже очень сильно голодные. Но что мы будем там делать в темноте на мысе? Ну, это пока, короче, для меня огромная загадка. Ну, ладно, поехали с нами, друзья. Короче, мы, сделаю так, чтобы меня было видно. Мы приехали в Оленевку, звоним этому оперу. Он в итоге занимается там вообще другим делом, там кражей телефона. В итоге я просто уже начинаю на него возмущаться. Я говорю, дайте нам ответ. Либо мы заночуем утром, либо еще сейчас, что ли. А там, понимаете, там такие обрывы же. Вот как раз он только что позвонил. В общем, сказал, раскладывайтесь, располагайтесь. А он потом за мной приедет на машине, и мы вместе проедем. Как он там лазить собирается, я не понимаю. Но, по возможности, что-то в темноте поснимаю. Если будет что-то видно, ну, уже вот все. Вот, видите, ничего не видно. Ну что, друзья, вкратце. Вчера приехали следаки. До трех ночи у меня брали объяснений. В три ночи меня только отпустили. Мы прямо вот здесь вот в поле бросили палатку. Утром приехали самолеты, на раз разбудили. И сейчас мы едем в отдел полиции в поселок Черноморское. Там нужно взять показания с Настеньки и предоставить все документы. Поэтому погнали. Друзья, подъехали мы к полиции. Настенька пошла, так сказать, давать показания. Вот, а потом пойду уже непосредственно. Я предоставили чек о покупке, что там все дело на гарантии. Подошьют к материалам, так сказать. Вот, ждем Настеньку. В общем, друзья, сейчас позвонил еще один опер из следственного комитета. И попросил, что как только часы где-то еще раз пробьют, сразу ему дать. Потому что они сейчас отрабатывают маршрут, как они высвечивались в двух геолокациях. Отрабатывают все видеокамеры по пути. Одну и ту же машину. Потому что те люди, которые взяли часы, они были на машине 100%. Потому что они с этого пляжа быстренько поднялись. А там парковка на этой скалистой местности, на мысе. Ждем дальше. В общем, друзья, все нас отпустили. Мы можем ехать дальше в путь, куда хотим. Дали мне талон уведомления о принятии заявления о краже. Вот, пришлось именно так. Он нашел эту зажигалку, она лопочая. Хорошо. В общем, все. Папа! Папа! Подожди. В общем, все, мы сейчас едем дальше. Папа, теперь будет у меня зажигалка. Едем, а вы? Ну, а что будет дальше, найдем, не найдем, будет уже понятно. В следующих выпусках, ребята. Все расскажу, покажу. ?"